ПЕСНЯ Товарищ инженер? Да, по телефону. Вы знаете, кто звонит? Я знаю, товарищ секретарь. Вы были выбраны для особого задания. Помните, потому что я не буду повторять. Вы построите транспортный самолет для советской армии. Он должен быть быстрым, вместительным и выглядеть так, как будто не один империалист. Который на него посмотрит, не захочет жить. У вас есть вопросы? Сколько у меня времени? Чем раньше вы закончите, тем скорее вы спокойно выспитесь, товарищ инженер. Czy так właśnie повстаł U-76? Быть может. На pewno jest to самолет, который построил как наибардеще радецкий, о најтвардшем выгляде, за всех, какие повстаły в давнем краю Рад. Приджайте се сами силветце этого самолету. Спойште на дзюб и становиско навигата. Најтварде Иу-76 выглядит как посланиец атомовой заглады. Сохними се затем в часе и пријржиме историю Иуа-76. Застањте те же за мно до конца этого odcинка, бојм забьере вас в подрож на покладе Иуа-76, налашоцего до пунктно-кореањских линей лотнице Херкорио. История этого самолету розпочылася от сформућування вмогов, которые спејњач мяла нова конструкция. И так в зајзеніу новы самолет транспортовый мяў мяў дзюблість забирання на свій поклад 40 тонн ладунку, транспортування их на олеглость 5000 км и оперування з неутвардзоних лотниск. З перспективы војска, ключовое было то, аби вмагал он минималного wsпарця за стороны обслуги наземной, зај цивилны ужитковник Аэрофлот декларовал, что потребует таких самолетов прежде всего до транспорту на далеки вшуд масштан незбедных до эксплуатации злуж, ропы и газу. Остатечни повстај гурнопад з огонем в укладе Т, напэдзаны 4 силниками соћовио Д-30 подвешеными на пылонах. Варто вспомнить, что петровые солуевы Д- 30 или КП мај только 15% стр golfа с mo memberом Д-30 ', timeϦでは съемок для людей Ту-134. Ведро closely 누ку олижTwoases злокализegan Immediately его о發е в том siècle 산лоу российского номера жена Да-167-12, област во erwорности в марте 1971 года. По тому способам слоу Продолжение производства ИУВ-76 третий. Самолеты те вытворены в закладах авиастар в Ульяновске, где в северне 2020 года была новая, автоматизирована линя продукционная. Дяки ее использования удалось четырех раз кратить час монтажа конец. И, благодаря ее использованию, можно будет производить 18 самолетов рочно. Скоро я вам уже сказал, каким самолетом мы будем делать, то выручем в подруг. Запрошу вас на поклад ИУВ-76 о номере реестрационном П-912 налижного до полноцнокореащих линей лотничных Эркорио. В згромадзоных книжках и в интернете напременно найдем информацию, что это самолет в версии ТД или МД. Певно я, что он был выручен в 1990 году. По до самых впечатлений с подругой, я могу признать, что был это один из самых сюрреалистичных лотов, которые отбыли когда-то с самолетом. Ладовня запроектована в такой способ, чтобы поместить как-най-всех фракту или спрэнту воистового. До заладунка служит рампа злокализована в тылной части самолету, отзепарована на час лоту за помощью гроджи. Во внутрь, под суфитом, зайнсталована zostaла również суwnика, которая уможливает перемещение ładunku во внутрь кабины. Если chodzi о пасажерах, могут они займовать места вздушь кабины на розкладанных седениях. Тен способ зайтия мест и невелкая количество окей в кабине поводит, что часто трудно есть украсить, в которую сторону коулуе самолет. Внутрь кабины панует, конечно, неземский хаас генеральный через силники D-30, но для милощника лотниства есть это вообще дробиазг. Звройтете также увагу на лодмастера, который седжал в предней части самолету. При оказе, если вы можете помнить, как сенсовно претумачить эту функцию на язык польский, дайте знать в комментариях. Так или так, zwrойте увагу на его становиско pracy и выобразьте себе, что этот пан дреба в часе рейсов. На конец, захэцам вас еще до выживания за окно и вслухания в дзвинг силников D-30. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Это уже все на сегодня. Спасибо вам за обзорение этого видео. Памятайте, чтобы засубскрыбовать мой канал, так, чтобы вы видели, что появилось тут что-то новое. До встречи в следующем видео на wingview.net